У меня оставался небольшой кусочек с прошлой темы про выпуклость. И сегодня мы поговорим про новую тему, про вычисление предела с помощью производных, с помощью правил Лопиталя. Давайте закончим с выпуклостью. Я напомню, что мы доказывали такую теорему. Мы говорили такую вещь, что функция f дифференцируема на интервале от a до b. Тогда следующие три утверждения эквивалентны. Первое. f выпукло. Выпукло вниз. Давайте считать, что вот a, b – это вся область определения этой самой функции f. Значит, давайте я напишу, что она определена только на a, b. Определена и дифференцирована. И, соответственно, три утверждения. f выпукло вниз. Производная f не строго возрастает. Выпуклость тут тоже не строго. И третье утверждение – график f лежит над любой касательной. И то, что мы в прошлый раз обсуждали, это… Значит, мы доказали, что из первого утверждения следует второе. Мы доказали, что из второго следует третье. И остаток доказательства, доказательство – последняя часть – это доказать, что из третьего утверждения следует первое. На семинаре у вас было понятие «выпуклое множество». Оно нам сейчас понадобится, и я его напомню. Значит, напоминание. Множество a. Давайте считать, что это просто подмножество r квадрат, то есть множество точек на плоскости. Оно называется «выпуклом». Давайте пусть оно будет не a, а x. Если любых двух точек a и b из этого множества x, отрезок их соединяющий лежит в x. То есть мы это будем записывать так. a.b принадлежит… a.b является подмножеством x. Здесь под вот таким вот отрезком подразумевается отрезок на плоскости, а не на прямой, как обычно. a и b – это точки на плоскости. То есть в качестве примера можно нарисовать какие-нибудь картины, допустим. Вот такое множество является «выпуклом», потому что вместе с любыми двумя точками… Вот я беру любые две точки, вот эту, например, и вот эту. Это множество принадлежит весь отрезок. Вот, а скажем, вот такое множество уже не является «выпуклом», потому что я могу выбрать две точки вот здесь, и на этом отрезке есть точки, вот эти вот, например, которые не принадлежат нашему множеству. Поэтому эта штука не является «выпуклом». А можно вопрос? Может, еще раз повторить, почему у нас вот в этих утверждениях график f лежит над любой касательной, разве не под любой касательной? Сейчас, «выпукло» вниз. Давайте я картинку нарисую. Значит, вот у меня есть какая-нибудь, какой-нибудь график функции. Значит, то, что он «выпукло» вниз, это означает, что он выглядит как-то вот так, загибается вверх. Это, или иными словами, означает, что график лежит под любой хордой. Но если я проведу какую-нибудь касательную, то видно, что график лежит над касательной. А, да, все, я поняла. Можно спросить, что значит х под множеством r квадрата? r квадрат – это просто плоскость. Значит, r квадрат – это Декартовое произведение r на r. То есть это множество всевозможных пар чисел. Это множество всевозможных пар чисел x, y, где x лежит в r, y тоже лежит в r. То есть это просто обычная Декартовая плоскость. Каждая точка на Декартовой плоскости имеет две координаты. Однозначно задается одна координатами. Поэтому обычную плоскость можно воспринимать как просто множество пар чисел, каждое число вещественное. Обозначается вот так. r умножить на r, Декартова или r квадрат. Соответственно, здесь утверждается, что х – это какое-то подможество этого самого r квадрата. То есть просто подможество плоскости. Вот. Значит, утверждения, которые выглядят достаточно очевидными и должны были обсуждаться на семинаре, что если функция… А, да. Еще одно определение, которое тоже должно было быть на семинаре. Значит, определение над графиком функции… над графиком функции f. Это множество точек на плоскости, которые лежат выше графика. В данном случае у нас вот такое вот условие будет. y больше либо равняется f от x. А x принадлежит области определения f. То есть если у меня есть какая-то функция, ее над график – это просто вот такое множество. Я должен из каждой точки графика выпустить вверх бесконечный луч, и таким образом получается над график. Такая штука. Извините, а у меня у одной очень плохо слышно было. Слышно? У одной. У меня все нормально. У меня тоже все нормально. Понятно. Так, если что-то надо повторить, я повторю. Хорошо. И утверждение, если функция… Даже не если, а тогда и только тогда. Значит, функция выпукла вниз. Сказать, что функция выпукла вниз – это все равно, что сказать, что ее над график выпуклит. Понятно, что если у нас есть две точки в над графике, если функция выпукла вниз, то весь отрезок, который соединяет эти точки, он будет лежать тоже в над графике. Значит, я не буду подробнее про это говорить, потому что я предполагаю, что это обсуждалось на семинарах. Вот. Была такая задачка? Да. Была. Отлично. Вот. Теперь смотрите. Значит, на самом деле мне нужно такое утверждение. Его, я, кажется, не включил в семинарский листочек. Значит, это уже новое утверждение. Пусть у меня есть какой-то набор выпуклых множеств. Некоторые множества выпуклых множеств. Ну вот, альфа принадлежит какому-то множеству, не суть важна какому. Ну, для простоты пока что можно думать, что x-альфа – это просто какое-то конечное множество. Множество множеств. Просто есть несколько выпуклых множеств. А это, простите, я вас перебью. Можно спросить, это имеется в виду, что в плоскости, да? На плоскости, да-да-да. Каждый из x-альфа принадлежит к плоскости. Не принадлежит, а является подможественной плоскостью. Тогда их пересечения является тоже выпуклым. Пересечения обозначаются вот так. Как бы это пересечения всех множеств, вот этого вида, всех множеств x-альфи. Давайте, чтобы было чуть более понятно, давайте я приведу пример. Пример такой. Вот давайте рассмотрим. Какой бы пример привести? Давайте я начну с примера попроще. Вот пусть у меня x-альфа устроен так. Это треугольник. Давайте считать, что у меня сейчас альфа принадлежит, например, отрезку от нуля до единицы. Или давайте интервал от нуля до единицы. И x-альфа – это треугольник с вершинами. Вот с такими тремя вершинами. Значит, с вершинами 0, 0, 0, 1 и 1, 2-ая альфа. Наоборот, альфа 1, 2-ая. Вот такой треугольник. Соответственно, у меня есть бесконечный набор таких треугольников, причем не просто бесконечный, а вообще даже несчетный. У нас альфа – вещественный параметр, поэтому у меня треугольников больше, чем счетное множество. Давайте поймем, кто такое пересечение всех этих треугольников. Значит, вот их пересечение – это множество тех точек А на плоскости, таких, что для всякого альфа А принадлежит x-альфа. Так, кто лежит в этом пересечении, в пересечении всех этих треугольников? Можно вопрос? А большой – это что? Произвольная точка, произвольная точка плоскости. Значит, мы говорим, что вот это вот пересечение всех x-альфа – это множество тех точек плоскости, которые принадлежат всем x-альфе. Ну, обычное определение пересечения. Вопрос. Кто такое пересечение всех этих треугольников? Отрезок 0,0,0,1. Да, совершенно верно. Это будет вот этот отрезочек. Можно еще что-то такое А-большое? А-большое – произвольная точка плоскости. Я говорю следующее. Что означает, что у меня пересечение нескольких множеств? Это множество таких элементов, которые принадлежат всем этим множествам. Здесь мы знаем, что все вот эти x-альфы являются подмножествами r-квадрата, подмножествами плоскости. Поэтому я говорю, что пересечение всех x-альфа – это множество тех точек плоскости, которые принадлежат x-альфа для всех альфа. Спасибо. Можно я, наверное, пропустила? r-квадрат – мы так всю плоскость обозначаем. r-квадрат – это просто плоскость. r-квадрат – это просто плоскость. Здесь был комментарий на эту тему. Я говорил, что r-квадрат – это декартовое произведение r на r. То есть это множество всевозможных упорядоченных пар из двух точек. Каждая точка лежит на r. Поскольку пара вещественных чисел задает однозначно точку на плоскости, то можно считать, что это и есть плоскость. Что вот такое множество и есть плоскость. Так, как с этим треугольником, с этим набором треугольников. Понятно? Извините, а можете еще раз объяснить? Мы сейчас это поняли про эти треугольники. Что нам это дает? Это просто пример, значит, что их пересечение – это вот такой отрезок. Я хочу, чтобы было понятно, кто вот это вот такой. Я хочу, чтобы было понятно, что означает, что мы можем рассматривать некоторый набор множеств. Не обязательно конечный и не обязательно даже счетный. Я хочу, чтобы было понятно, кто такое пересечение всех этих множеств. Поэтому я привел этот пример. У меня есть набор треугольников. Все треугольники, что это за набор? Это всевозможные вот такие треугольники. Есть, например, вот такой треугольник. Есть треугольник вот такой поменьше. Есть такой треугольник побольше. Вот всевозможные такие треугольники мы объединяем в одно множество. И дальше говорим, что их общее пересечение – это будет отрезок вот такой зелененький, который я тут нарисовал. Понятно ли это? Да. Давайте я еще один пример приведу. Давайте теперь, пусть у меня будет x-альфа. Это такая штука. Это квадрат. Например, вот такой вот квадрат. с противоположными углами минус 1, минус 1. Значит, вот у нас был вот такой квадрат. Значит, это точка минус 1, минус 1. Вот это точка 1, 1. А дальше мы его повернули на угол альфа. Альфа, соответственно, принадлежит, допустим, от нуля до… чего тут? До π пополам, например. Ну, то есть, вот то, что здесь вот нарисовано, это x0. Давайте пусть вот так вот. Вопрос. Что тогда лежит в пересечении вот в таком вот? Вписанная окружность, наверное. Ну, круг с радиусом 1. Да, вписанная окружность. Потому что если мы будем крутить, если мы будем крутить этот квадрат, да, понятно, что у нас вот эти вот точечки, они тоже будут крутиться, и все в пересечении получится, в пересечении получится вот такой вот круг. Вот. Можете очень прочитать? И еще рассказать про это? Ну да, вот почему круг, я вот не поняла. Ну, смотрите, вот я беру вот этот вот квадрат и поворачиваю его, ну, я не сказал, вокруг чего поворачивать, вокруг точки 0, 0. Вокруг начала координат. То есть, беру вот этот квадрат и поворачиваю его на какой-то угол. Что я при этом получаю? Я при этом получаю, ну, вот какой-то, какой-то вот такой вот квадрат повернутый. Сейчас давайте попробую его. Давайте я еще раз нарисую картинку. Значит, вот жил, был у меня квадрат. И вот у меня точка 0, 0. Теперь я беру этот квадрат и... Значит, и вот так вот поворачиваю относительно начала координат. И дальше возникает вопрос. Как устроены те точки, которые принадлежат не только моему исходному квадрату, но и всевозможным вот таким вот повернутым его копиям? Выпуклое множество. Да, это будет выпуклое множество. В данном случае это будет окружность. Ну, как понять, что это окружность? Ну, давайте посмотрим. Значит, уж по крайней мере, мы точно понимаем, что... Ну, давайте просто посмотрим на вот этот отрезок. Собственно говоря, утверждение такое, что вот если я нарисую вот такую окружность, вписанную, то когда я буду мой квадрат поворачивать, что будет происходить с этой окружностью? Ничего. Ничего, да. Она будет оставаться... Она будет как бы... Она будет поворачиваться. Значит, она будет поворачиваться, и ничего с ней происходить не будет. Поэтому все те точки, которые принадлежат этой окружности, то есть не окружности, а вот этому кругу, они будут принадлежать и повернутой его версии тоже. Поэтому, когда я буду поворачивать этот квадрат, то все те точки, которые лежат внутри этой окружности, внутри этого круга, они будут принадлежать всем вот этим повернутым версиям этого квадрата тоже. Сейчас я поняла. А те точки, которые лежат вне, они при каком-то повороте квадрата, они выскочат из него. Поэтому только вот эта окружность, точнее, только вот эта вот круга будет в нашем пересечении. Понятно, спасибо. Да, на самом деле, действительно, теорема, которую я клоню, говорит следующее. Теорема... Любое пересечение выпуклых множеств выпуклое... Собственно говоря, на этих двух примерах это было видно, потому что треугольники, например, являются выпуклыми множествами, и их пересечение у всех этих треугольников тоже оказалось выпуклым множеством, просто отрезком. Отрезок это выпуклое множество. И здесь этот пример чуть похитрее, здесь квадраты тоже были выпуклыми множествами, и в результате их пересечения у нас получился круг, это тоже выпуклое множество. На самом деле, легко посмотреть, что если у вас есть два множества выпуклых, то их пересечение выпуклое. Давайте, вот у меня есть два множества. Одно, допустим, вот такое, а другое какое-нибудь будет вот такое. но оба выпуклые. И их пересечение тоже обязательно выпуклое. И на самом деле, это очень легко доказать, потому что давайте смотреть. Это легко доказать и для двух, и для любого количества множеств. Давайте, давайте три множества нарисую. Хотя доказательство проходит абсолютно так же для произвольного количества множеств, в том числе бесконечного и даже несчетного. Значит, вот у меня есть три выпуклых множества. И их пересечение, то есть вот эта вот штука. Достаточно же для двух доказать. Ну, поскольку я хочу обобщать, если бы речь шла про любое конечное множество, то достаточно было бы для двух доказать, а дальше по индукции можно было бы за конечное число шагов прийти к любому множеству. Но я, на самом деле, хочу доказывать для произвольного количества множеств, в том числе не обязательно конечного, даже не обязательно счетного. И тут нет такого прямого перехода от двух к бесконечному количеству. Ну, давайте посмотрим на случай трех множеств. Давайте возьмем... Что нам нужно доказать? Нам нужно доказать, что если я возьму любые две точки в пересечении, то весь отрезок, который соединяет эти точки, он тоже будет лежать в этом пересечении. Ну, действительно, если две точки лежат в пересечении, то это означает... Ну, давайте как-нибудь эти множества обозначу. Пусть вот это множество 1, это множество 2, это множество 3. Значит, если у меня отрезок лежит в пересечении трех множеств, значит, он лежит в каждом из этих... То есть, если у меня две точки, вот эти две точки, лежат в пересечении этих трех множеств, значит, они лежат в первом множестве. Значит, весь отрезок лежит в первом множестве, потому что первое множество выпукло. Но то же самое можно сказать и про второе множество, и про третье множество. Значит, весь отрезок лежит во всех трех множествах, значит, он лежит в их пересечении. Давайте формальное доказательство напишу. Давайте рассмотрим произвольные точки А и Б, принадлежащие пересечению х-альфа. Возьмем отрезок от А до Б. Поскольку обе точки А и Б принадлежат пересечению х-альфа, это означает, что для всех альфа А принадлежит х-альфа, и Б тоже принадлежит х-альфа. Значит, отрезок между ними является под множеством х-альфа, так как х-альфа выпукл. Ну, это означает, что любой отрезок вот такого вида принадлежит х-альфа, и это выполняется вообще для всех альфа. Но это означает, что весь этот отрезок является под множеством пересечения всех множеств х-альфа. Ну вот мы и доказали, что пересечение выпукло. Так, можно еще раз? Давайте. Смотрите, берем две произвольные точки из вот этого общего пересечения. Значит, на картинке это вот то, что здесь отмечено малиновым цветом. Вот эта штука. Значит, мы знаем, что поскольку эти две точки, точки А и Б, давайте скажем, что это точка А, а вот эта точка Б, то есть мы знаем, что каждая из этих точек принадлежит х-альфа для всякого альфа. Альфа – это у нас множество какое? Кто? Х-альфа? Х-альфа – это какое-то выпуклое множество. И когда мы рассматриваем си-альфа, мы рассматриваем… Ну сейчас, вот это вот просто такое утверждение. Вот это такое утверждение, что точка А принадлежит, например, вот это вот утверждение. Она говорит следующее, что для всякого множества из нашего набора х-альфа А принадлежит этому множеству. Ну, потому что мы выбрали А из их общего пересечения. Вот, и про Б тоже самое. Это просто определение пересечения. Соответственно, дальше, поскольку само это множество х-альфа выпукло, то тогда весь отрезок от А до Б тоже является подможеством этого х-альфа. Ну, а что это означает? Это означает, что мы показали, что для всякого альфа, то есть для всех наших множеств из нашего набора, отрезок от А до Б является подможеством этого х-альфа. То есть это означает, что отрезок является подможеством пересечения вот этого вот, пересечения всего х-альфа. Да, конечно, спасибо. Вот. Какие еще вопросы по этой теореме? Да. Хорошо. Да, кстати, мы определились с датой коллоквиума. Он будет, кажется, 11 декабря или что-то в этом роде. Сейчас я посмотрю в календарь. Вообще, вторая суббота декабря. Да, 11 декабря. Он будет точно или дистанционно проходить? Мы надеемся, что нам удастся его провести точно. Хорошо. Почти нам в вышке. В вышке, да. Но мы как бы рассадим вас в аудиторию по 15 человек. Вроде по 15 человек можно. И я думаю, что все будет нормально. Вот. Извините, а еще нет информации насчет файнал? Хотя бы примерно. Какие дни? Знаете, мы вчера это обсуждали с Людмилой, но я забыл, до чего мы договорились. Короче, я уточню и напишу всем, о чем мы решили. А темы, которые будут на коллоквами утверждены? Нет, я в ближайшее время пришлю, наверное, предварительную версию программы, но какие-то темы туда еще добавятся. Я думаю, что до ряда Тейлора включите. Хорошо, спасибо. Когда примерно будет коллоквиум по времени? По времени он будет проходить, типа, весь день. И можно будет записаться на слот и прийти вот в свой слот. Где-то с 11 до 5, что-нибудь в таком роде. А свой слот сколько будет длиться? Ну, где-то час. А вы можете взять сейчас в какой-то момент даже ваши рекомендации по подготовке? В плане, там, перечитать все ваши конспекты или там, ну, не знаю. Ну, в целом коллоквиум посвящен в основном теории, поэтому, да, общий совет состоит в том, что нужно понимать все, что написано, ну, как бы все, что обсуждалось на лекциях, нужно понимать. Конспект может помочь. Или, там, пересмотреть видео, если что-то непонятно, или задать вопрос, если предыдущие два пункта не помогли. Вот. Но на коллоквиум обязательно будет задачка про пределы по определению. И я выложил задачки для подготовки к этой части. Их стоит себе прорешать. Ну, и, в принципе, как бы на коллоквиум будут задачки, они будут не то чтобы технические какие-то. Это не то, что там дана какая-нибудь дикая функция, нужно посчитать ее производной или что-нибудь такое. Но будут задачи, которые ориентированы на то, чтобы понять, в какой мере вы понимаете теории, в какой мере вы владеете теми объектами, которые мы обсуждали. И, соответственно, ну, как бы к любому, понимаете, любое восприятие такого курса, как Матанда, и вообще, наверное, любого курса, это обязательно активный процесс, даже если вы просто готовитесь к какому-то проверочному мероприятию по теории. Потому что реально вы что-то понимаете в тот момент, когда вы не просто прочитали какую-нибудь теорему и вроде как запомнили ее доказательства, а когда вы можете отвечать на какие-то дополнительные вопросы и задавать дополнительные вопросы. То есть вы прочитали какой-то факт, а дальше вы можете сами себя спросить, например, а вот что будет, если в этой теореме убрать такое-то условие? Или можно ли придумать пример функции, которая обладает таким-то свойством и не обладает таким-то свойством? Бывает ли функция, которая, я не знаю, разрывна ровно в 10 точках, а во всех остальных точках непрерывно? Ну, вот это какой-нибудь такой типичный вопрос для колоквов, задачка для колоквов. И, соответственно, вам нужно воспринимать все материалы, которые у вас есть, в том числе такие чисто лекционные, именно как некоторый повод для самостоятельных размышлений на эту тему. Ну, вот такие, если говорить про общие советы, то какие-то вот такие. Нужно будет доказывать какие-то теоремы, я не знаю. Да, все на свете нужно будет доказывать. Весь лекционный материал нужно знать. Поняла, спасибо. А какой лекции? Весь. Но, как бы, если говорить о том, докуда, то я думаю, что, ну, я не знаю, технически я в силу бы все написал, что программа публикуется не позже, чем за неделю до колоквов. То есть вот не позже, чем за неделю до колоквов, мы можем включать темы, которые вот мы к этому моменту прошли, мы можем включать в колоквы. То есть то, что мы сейчас проходим, уже может быть спокойно. Да, 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 спокойно. Может быть и будет. Может быть и будет, да. Я, собственно говоря, я почему сейчас вспомнил про колоквов, что вот я вам рассказал задачу, рассказал теорему и подумал, что надо вам что-нибудь такое сказать мотивирующее, чтобы... Спасибо. Вот. Хорошо. Так, ну что, да, кстати, есть ли вопросы по этой теореме? Теперь в свете того, что вы поняли, что вам через три недели придется это рассказывать на колоквове. Повторите, пожалуйста. Еще раз повторите? Нет, я спрашиваю вопрос. Это не был вопрос. А можно ли доказать ее от противного, а не так, как здесь показано? От противного? Не знаю, может и можно. Любое правильное доказательство подойдет. Но я, честно говоря, не представляю себе доказательство более простое, чем вот это. Мне кажется, что от противного здесь не упростит жизнь. А если есть, ну, как бы такая теорема только для обратного, то есть не для выпуклых, а для вогнутых? Непонятно. Кто такое вогнутое множество? Ну, ну или кривое, я не знаю. Невыпуклое. Нет, нет, если говорить про невыпуклое, да, вот хороший вопрос. Есть теорема, которая сформулирована для выпуклых множеств. Пересечение выпуклых – выпуклое. А правда ли, что пересечение невыпуклых – невыпуклое? Правда. Правда? Неправда. Неправда. Да, потому что можно нарисовать что-нибудь вот в таком вот роде. Да, вот у меня есть два невыпуклых множества, а пересекаются они прекрасным образом по выпуклу. Вот это, кстати, вполне типичный сценарий. То, что сейчас произошло, это типичный сценарий того, что может произойти на колокольном. Вы рассказываете вот эту теорему, допустим, она там попалась в билете. А вам такое проявляющее. А вот про невыпуклое множество. Правда это что-нибудь, пересечение невыпуклых – невыпуклых или неправда? Вам нужно нарисовать вот такую картинку. Так что очень полезно самим себе задавать такого типа вопроса. Класс. Вот. Хорошо. Ну что, едем дальше? Можно еще быстрый вопрос? Давайте. А как будет колокольном оцениваться? Ну, он будет оцениваться так, что там будет какая-то часть оценки за теоретические вопросы, ну, как правило, у нас это было так, если мы это не пересмотрим, но в прошлые годы это было так, что значит, у вас есть два теоретических вопроса, за каждый вы можете получить до 4 баллов, и две задачки, за каждый из которых вы можете получить по баллу. Ну, может быть, мы сделаем чуть больше баллов на задачу. Ну, соответственно, дальше вы отвечаете, и это как-то ваш ответ оценивается. Если вы все рассказали, все там рассказали, вашу теорию нормально, нигде не запутались, и смогли ответить на какие-то дополнительные вопросы, то, значит, вы получите свои 4 балла за теоретические вопросы. Если там, допустим, вы запутались, но распутались там с помощью преподавателя, то вы можете получить не 4 балла, а меньше. Ну, вот как-то так. Еще раз, сколько вопросов каждому? Ну, там будет два теоретических вопроса в билете и две задачи. А вот эти теоретические вопросы по разным темам? Ну, то есть там в первом будет должно быть какая-нибудь последовательность, а во втором правило лопитали? Ну, как-то да, мы стараемся их раскидывать, мы стараемся раскидывать билеты по темам, так чтобы первый вопрос был из первой половины класса, второй – второй, но это не всегда хорошо работает, потому что… Ну, это всегда трудная задача, как составить эти самые билеты, чтобы они были более-менее одинаковыми по сложности, потому что бывают темы разной сложности. Задачи будут все-таки такие более теоретического характера, да? Да, более теоретического характера. Ну, значит, скорее всего, вам не придется ничего там усиленно считать. Ну, там что-то такое, типа… Бывает ли функция обладает такими свойствами? Правда ли, что если функция обладает такими свойствами, то она обладает такими свойствами? Ну, вот какие-то такие вещи. Кажется, будет полезным, если вдруг нам вот хотя бы чуть-чуть таких теоретических задач задать, что это заранее, потому что мы могли понять, как мы с вами делаем. Выдам, да, выдам. Есть у меня файлик с такими задачами. А принимаете их вы и семинаристы, да? Принимать их будет толпа народа, семинаристы, ассистенты. Кого-нибудь еще позовем, наверное, кого-нибудь. Значит, ну, в общем, короче говоря, толпа людей будет принимать. Ну, поскольку нам нужно это как-то более-менее быстро провести, мы призываем всех, кого можем. Вот. Хорошо. Ну что, едем дальше. Собственно говоря, я доказал вроде бы вот эту теорему. И давайте, наконец, вернемся к нашей исходной истории. Значит, мы пытались доказать, мы про все эти выпуклое множество завели речь, потому что мы хотим доказать утверждение вот такое, что если график функции лежит над любой касательной, то функция выпукла вниз. Давайте. Да, есть еще одно утверждение, которое тоже было на семинаре. Полуплоскость выпуклое множество. Вот если я провожу любую прямую, беру половину плоскости, значит, любая прямая делит плоскость на две части. Вот я взял полуплоскость, взял две точки из этой полуплоскости. Отрезок, который соединяет эти точки, тоже лежит в этой полуплоскости. Какая схема доказательства? Ну, на семинаре была такая задачка, но проще всего просто в лоб сказать, что полуплоскость – это множество тех точек. Ну, кто такая полуплоскость? Это, например, нас сейчас будут интересовать. Ну, полуплоскость – это надграфик или подграфик линейной функции? Линейная функция выпукла. Значит, полуплоскость выпукла. Ну, спасибо. Например, так, совсем в лоб. Вот. Теперь, наконец, возвращаемся к доказательству нашей теоремы. А именно мы скажем вот что. Давайте возьмем график нашей функции. И скажем, что этот самый график устроен таким образом. Ну, во-первых, мы рассчитаем, что этот график, значит, что наша функция определена на интервале от А до В. И давайте в связи с этим скажем, что мы будем рассматривать только вот такую полосу. Значит, надграфик живет только в этой полосе. Значит, теперь я хочу доказать, что если график лежит над любой касательной, то тогда функция является выпуклой вниз, то есть надграфик является выпуклым множеством. Ну, давайте сделаем вот что. Давайте мы для каждой точки из интервала АВ, значит, вот здесь у меня есть точка альфа, это точка из интервала АВ. И я через эту точку альфа проведу касательную. И рассмотрю надграфик этой касательной, то есть рассмотрю вот такую полуплоскость. Опять же, я живу сейчас только в этой полосе, но хорошо, эту полуплоскость можно рассматривать вот так. Значит, пусть х альфа – это верхняя полуплоскость, ограниченная, касательной, проведенной в точке альфа f от альфа. Альфа принадлежит интервалу от АДБ. Вопрос. Как связан надграфик нашей функции, вот эта вот зеленая штука, и вот эти х альфи? Надграфик принадлежит х альфа. Надграфик принадлежит х альфа. Значит, надграфик f, если точнее, он не просто принадлежит х альфа, а я могу сказать, что он принадлежит всем х альфа, и более того, он просто совпадает с пересечением всех х альфа. Ну, действительно, во-первых, мы знаем, что каждая точка графика лежит выше любой касательной. Это означает, что каждая точка графика лежит выше, чем… Ну, это означает, что любая точка графика принадлежит всем х альфе. Ну, а те точки, которые еще выше, чем точки графика, то есть все точки надграфика, уж тем более принадлежат х альфе. Потому что плоскость состоит из таких вертикальных лучей, выходящих вверх. Согласны? Вот, поэтому все точки над графику уж точно принадлежат вот этому пересечению. А как показать, что те точки, которые не принадлежат надграфику, не принадлежат вот этому пересечению? Если я возьму какую-нибудь точку вот здесь, как показать, что эта точка не принадлежит пересечению? Ну, пример перевести. А как его привести? Вот, посмотреть на координату х в этой точке и провести в этой точке касательно. Да. Вот надграфик. Совершенно верно. Да, итак, значит, действительно, надграфик – это их общее пересечение, потому что, во-первых, всякая точка А, принадлежащая надграфику F, А принадлежит X-альфа. Так как точки графика по предположению, по условию 3, точки графика выше касательных, а точки надграфика еще выше? Да, согласны? Это означает, что надграфик уж точно является подмноженным вот этой вот штуки. Сейчас, точнее. Значит, да, любая точка надграфика является точкой вот этого пересечения. Теперь нужно доказать, что никаких лишних точек в этом пересечении нет. То есть вот то, что написано выше, иными словами можно сказать так. Можно сказать, что мы доказали, что надграфик F является подмножством X-альфы. Любая точка надграфика принадлежит этому пересечению. Можно, пожалуйста, расшифровать, что еще раз в первом пункте написано? Значит, в первом пункте я говорю следующее, что если я возьму произвольную точку надграфика, то тогда она будет принадлежать всем X-альфе, эта точка. Значит, вот я взял какую-то точку А, принадлежащую надграфику, и я говорю, что тогда эта точка принадлежит всем X-альфе. Ну, действительно, потому что мы знаем, что точка А, давайте я возьму точку, которая лежит под точкой А, и лежит на графике. Вот эта вот точка, давайте я как-нибудь тоже обозначу, вот эта вот точка B. Она точно лежит в вот этом пересечении X-альфа, потому что мы по предположению, у нас весь график лежит над любой касательной. Ну, а надграфик, он еще выше, значит, он тоже лежит над любой касательной. То есть, как бы любая точка, любая вот эта точка. Мы говорим, что B лежит над любой касательной, потому что B – это точка графика. А А лежит выше, чем B, и поэтому она тоже лежит над любой касательной. То есть, это и означает, что она лежит вот в этой верхней полуплоскости для всех, как бы я эту полуплоскость не проводил, как бы я эту касательную не выбирал, как бы я не выбирал этот альф. Значит, мы доказали таким, образом, что надграфик является подмножеством X-альфа. Согласны? То есть, получается, мы изначально имеем, что точка А уже лежит над графикой, мы хотим доказать, что она и принадлежит графику, ну, точнее, множеству X-альфы тоже. Ну, А лежит над графиком. А принадлежит А над графику. То есть, А лежит над какой-то точкой графика, выше какой-то точки графика. Точка графика лежит над любой касательной по предположению. Значит, у нас было исходное предположение 3, из которого мы исходим. Это что график лежит над любой касательной. То есть любая точка графика лежит над любой касательной. Извините, а вот в последнем утверждении, то, что вы написали, там разве не должно быть, что надграфик входит в объединение? Пересечение, да. Пересечение. Надграфик входит в пересечении, да, совершенно верно. То, что написано, тоже правда, но это не вся правда. Вся правда такая, да, совершенно верно. Так, еще вопросы про эту часть. Он тогда не входит, а равен в пересечении? То, что он равен, это мы сейчас докажем вторым этапом. Сейчас мы доказали, что любая точка надграфика входит в это пересечение. Мы доказали, что любая точка надграфика лежит над любой касательной, значит, входит в x-альфу, значит, входит в пересечение. Сейчас мы доказали вот это. А сейчас вторым пунктом мы хотим доказать, что наоборот, что если точка не лежит надграфике, то она не входит в это пересечение. То есть мы хотим доказать, что вот в этом пересечении нет лишних точек. вот второй пункт значит мы хотим давайте докажем наоборот пересечении является подножеством над графика вот но иными словами что это означает это означает что любая точка которая принадлежит этому пересечению она обязательно принадлежит над график иными словами это означает что в этом пересечении нет таких точек которые бы не принадлежали над график давайте возьмем любую точку А, которая не принадлежит над графикой. То есть это означает, что она лежит под нашим графиком. У этой точки А есть х-вы, у-вы координаты. Давайте я сейчас отдельную картинку нарисую про это. Значит, вот он наш график. И вот я взял какую-то точечку, которая не лежит в над графике. Вопрос. Как бы мне так построить х-альфа? Такое, что вот эта точка гарантированно не будет лежать в этом х-альфе. Ответ. Давайте проведем касательную, которая будет лежать на одной вертикали с этой точкой. Поскольку А не лежит над графикой и не принадлежит графику, она лежит ниже графика. Это означает, что А будет лежать ниже точки касания. Но это означает, что А будет лежать не в той полуплоскости. Значит, у нас та полуплоскость, которая нас интересует, это от касательной и выше. А наша точка А будет лежать ниже. И значит, А не принадлежит той самой полуплоскости, которая называется х-альфа. Формально мы говорим так. Положим, альфа равняется просто х. И рассмотрим х-альфа. То есть у нас в этом случае х-альфа – это ровно вот та самая полуплоскость. Вот эта полуплоскость. А лежит ниже точки. xf от x. Значит, вот эта точка xf от x – это как раз точка касания. И, значит, ниже касательной. То есть не лежит в х-альфа. Ну, и из этого следует, что… Подождите. Можно с момента, что мы полагаем, что альфа равнях х – это зачем? Ну, я говорю следующее. Что это означает? Означает, что я рассматриваю ту касательную, которая проходит через точку, которая лежит строго над А. То есть я рассматриваю точку с такой же х-овой координатой, но только точку на графике и провожу через эту точку касательную. Все, поняла. Да, спасибо. Вот утверждение, что альфа равняется х – это ровно… Иными словами, я говорю, что рассмотрим ту из моих полуплоскостей, которая задается касательной, которая проходит над точкой А. Значит, следовательно, а не лежит в пересечении х-альфа. То есть, смотрите, мы доказали таким образом, что в х-альфа нет таких точек, которые бы не принадлежали над графику. Потому что если была бы какая-то точка, которая не принадлежит над графику, то тогда она не принадлежит и вот этому пересечению. Значит, мы доказали включение в эту сторону тоже. И это завершает доказательство. Я хотел спросить, а мы же рассматриваем только отрезок от А до Б? Да, мы рассматриваем отрезок от А до Б, ну, соответственно, точнее, даже интервал от А до Б. Но это нам ничего не нарушает. Это не создает никаких проблем. Извините, пожалуйста, у меня были проблемы с зубом. Вы можете сказать, какое утверждение вы доказывали? Значит, смотря когда. Вот это вот, которое сейчас здесь написано. Значит, вот мы сейчас доказываем вот это утверждение. О том, что пересечение, о том, что в… Значит, вот смотрите, как у нас было. Вот в этой вот части, вот в пункте 1, мы доказали, что все точки над графика обязательно принадлежат вот этому пересечению x-альфа. Да. Теперь я хочу доказать наоборот, что вот в этом пересечении x-альфа нет лишних точек. Нет таких точек, которые бы не принадлежали этому над графику. Хочу доказать, что два множества равны. Значит, для этого я говорю следующее, что вот пусть, предположим, что нашлась бы какая-то точка, которая бы не принадлежала над графику. И я показываю, что эта точка обязательно не принадлежит какому-то из x-альфа. А значит, не принадлежит их пересечению. А именно вот эта точка, она гарантированно не принадлежит тому x-альфа, которая является полуплоскостью, ограниченную касательной. Если это касательная, выбирается так, что мы просто берем точку А, берем точку на графике с такой же горизонтальной координатой и проводим через эту точку касательную. Тогда просто по построению А лежит ниже этой касательной. То есть я правильно понимаю, что мы сейчас доказали, что пересечение x-альф – это и есть над график? Совершенно верно, да. Мы доказали, что пересечение x-альф – это и есть над график. Вот мы доказали это утверждение. Ну и, собственно говоря, все, это победа. Потому что, смотрите, мы теперь знаем, что над график является пересечением полуплоскостей. Полуплоскости – выпуклое множество. Значит, их пересечение – выпуклое множество. Но если над график выпуклое, то означает, что функция выпукла вниз. Значит, над график является пересечением выпуклых множеств. Следовательно, он выпуклый. И, следовательно, функция выпукла вниз. Все, на этом все закончено. Мне, честно говоря, нравится часть этой теоремы, потому что она такая ужасно геометрическая. Ничего считать не нужно. Рисовали картинки, все доказали. Так, есть ли какие-нибудь вопросы про эту часть? Я правильно понимаю, что вот эта самая последняя часть нашей реакции заключалась в том, что мы сначала доказали, то есть мы доказали, что над график – это то же самое, что пересечение верхних полуплоскостей. И сделали из этого вывод, что над график выпукл, и из этого функция выпукла. Да, 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 совершенно верно, да. Именно так. Идея такая, что представьте себе, что у вас есть лобзик, который умеет делать прямолинейные распилы, а вам хочется выпилить вот такую вот штуку из фанерки, над график какой-то функции. Но тогда это означает, что вам нужно будет сделать кучу прямолинейных распилов, а именно в каждой точке построить по касательной и сделать прямолинейный распил вдоль этой касательной. И тогда вы получите, после того, как вы сделаете, это бесконечное количество распилов отпилите, бесконечно много вот таких вот штук, вы получите в точности над график функции. Отсечете, так сказать, все лишнее. Но таким образом можно получить только над график выпуклой функции. Выпуклой вниз, если быть точнее. Ну окей. Ну что, можно идти дальше? Наверное, да. Окей, ну пойдемте дальше. Тогда вторая часть сегодняшней лекции. Это правило Лапитави. Да. Давайте я его сформулирую. Его можно формулировать в разных версиях. Давайте я его сформулирую в той версии, в которой докажу. Я докажу сейчас в самой простой версии, где мне доказывать проще всего. Там есть более сложные вариации. Одна из них сводится к тому, что я докажу, а другая требует чуть-чуть больше техники, и я не буду его доказывать. Давайте я расскажу про тот сценарий, в котором все легко. Пусть у меня есть две функции f и g. Пусть f и g дифференцируемы на интервале от a до b. Пусть для всех иксов g штрих от x не обнуляется. И f от x стремится к нулю, и g от x стремится к нулю при x, стремящемся к a справа. Идея с этой в том, что я хочу раскрыть неопределенность. Я хочу понять, чему равняется предел f от x делить на g от x. А оказывается, что если существует предел отношения производных, лимит при x стремящемся к a справа, f штрих от x делить на g штрих от x. А это просто какая-то константа, при которой обе функции стремятся к нулю. Да, а это какое-то значение, при котором обе функции стремятся к нулю. Значит, если существует такой предел, который я обозначу буквой e, тогда обязательно существует предел при x стремящемся к a и отношения самих функций, и он тоже равен l. То есть, иными словами, что это означает? Что вот у меня были две какие-то функции f и g. И если я смотрю на вот этот предел, то здесь у меня получается, если бы я хотел попробовать применить правила о производной, о пределе частного, то у меня бы ничего не получилось. Потому что и числитель, и знаменатель стремятся к нулю, и у меня возникает неопределенность 0 на 0. Но оказывается, что если эти функции дифференцируемы, и есть вот такой предел, предел отношения производных, то тогда предел отношения производных равняется пределу отношения функций. А это же работает только, когда они к одинаковым числам f и g стремятся или нет? Значит, мне сейчас нужно, чтобы и f и g стремились оба к нулю. Ну да. Ну то есть именно к нулю только? Ну на самом деле, либо к нулю, либо к бесконечности. То есть мне нужна неопределенность. Значит, вот это правило для раскрытия неопределенности 0 на 0. Если они будут стремиться к бесконечности, то тоже будет работать. А это работает в обратную сторону? Нет, не факт. Не факт. А если не к нулю к нулю бесконечности, а одно к нулю, другое к бесконечности? Нет, неприменимо тогда правило. Это правило работает именно для раскрытия неопределенностей. Ну то есть, короче говоря, это правило нужно именно для раскрытия неопределенностей. Если числица стремится к нулю, а для бесконечности, то, в общем, понятно, что у вас дробь так и так стремится к нулю. Что там будет происходить с производными, это уж вопрос другой, но тут и не нужно никакое правило. А эта штука нужна именно для того, чтобы раскрывать неопределенность. Неопределенность бесконечности на бесконечности Она тоже раскрывается? Да, тоже срабатывает Есть аналог вот этой теоремы Если здесь заменить нули на бесконечности Так это же, по-моему, очевидно Но если мы просто в знаменателях Возьмем 1 деленное на f Ну и так далее Это не совсем очевидно В случае бесконечности на бесконечности Он немножко муторный вот давайте я попробую доказать сейчас теорему чтобы доказать мне сейчас понадобится некоторое вспомогательное утверждение которое называется теоремой каши и она очень похожа на теорема лагранжа и доказывается также теорема каши гласит следующее что рассмотрим две функции f и g условия такой же значит они должны быть дифференцируемы давайте скажу дифференцируемы на интервале а b и непрерывно на отрезке а b тогда да еще мне нужно чтобы функция производная функция g не обнулялась тогда справедливо такое утверждение найдется точка c на интервале от а до b которая устроена так значит f от b минус f от а разделить на g от b минус g от а давайте я даже в другую сторону напишу это от этого ничего не поменяется но мне так будет чуть проще жить на равняется f штрих от c разделить на g штрих от c значит утверждение похоже на теорему лагранжа собственно если взять в качестве же типа же от x равняется x то это будет в точности теорема лагранжа некоторое обобщение теорема лагранжа она не имеет такого простого геометрического объяснения как теорема лагранжа но доказывает очень похожим образом а зачем нам вообще тогда теорема лагранжа если у нас есть ее обобщение это хороший вопрос теоретически можно было бы ну как есть два способа есть два способа рассказывания чего-нибудь можно сначала рассказать какую-нибудь супер общую теорема потом из нее вывести все как частные случаи а можно наоборот рассказать сначала частный случай а потом показать что есть некоторое естественное обобщение этого частного случая я считаю что с точки зрения понимания гораздо лучше второй подход когда вы идете от частного к общему потому что супер абстрактная супер абстрактная супер общая теорема как правило ну просто непонятно как она работает и непонятно чего она значит до тех пор пока вы не повозитесь какими-то более простыми случаями например вместо того чтобы рассказывать вам про предел последовательности а потом про предел функции я могу вам с самого начала сказать что есть некоторое абстрактное понятие предела по базе по базе множеств но поверьте это не то чего вы хотели бы это формально да можно было бы в некоторых учебниках так и сделано давайте докажем общую штуку а потом выведем из нее частные я такой не люблю получается у нас просто же же от икс да 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 совершенно верно вот давайте докажем теорему каши я видимо до правила питали до доказательства правила питали сейчас не дойду ну и ладно сейчас расскажу доказательство теорема каши такое давайте рассмотрим функцию h от x которая будет устроена так нам будет f от x минус что мы тут хотим я хочу вот такой коэффициент и умножить на видим вот такую штуку ж от x минус ж от b откуда мы функцию взяли мы просто предположили что она такая не то что предположили мы так определили я говорю рассмотрим функцию которая плена вот таким образом имеем право для каждого значения x определено определен результат вот этой формулы значит поскольку здесь вот это вот это все константа вот это это константа да понятно что h непрерывно дифференцируем и там же где f и g то есть на всем интервале от а до b давайте заметим вот что h от а это есть что такое это есть f от а минус вот такая штука чудесным образом вот эта штука сокращается и остается просто f от b согласно ну как я считаю в значение h от а то есть я вот в этой формуле должен везде где вижу x подставить а как обычно считается значение функции в точке теперь давайте найдем чему равна возможно поправить на что а фото равна f от а возможно давайте ну и может быть я там по другому какие-то обозначения надо проверить вот давайте давайте было условия что же от а и же от b не равны нет такого условия не было и это хороший вопрос у нас было вот такое условие но оно ведь не означает что а и b не равны точнее а g от а и g от b не равны смотрите смотрите если если g от а равняется g от b то что это означает можно применить функции g какую теорема какую теорема можно применить функции g теорема роль и тогда мы получим что есть точки в которой производная обнуляется а нам это запрещено справедливо поэтому же от а не равняется g от b а еще если у нас а не все вот давайте теперь найдем чему равняется h от b значит это f от b минус вот какая красота тоже f от b получается да теперь вот эта штука просто сокращается и превращается в ноль получается тоже f от b то есть смотрите что получается что функция h удовлетворяет всем условиям какой теоремы роль и следовательно h удовлетворяет условиям теоремы роли и следовательно существует такая точка c принадлежащая интервалу от а до b что а штрих в точке c равняется нулю ну давайте найдем чему равняется а штрих просто а штрих в точке c это что такое давайте я просто скажу кто такой кто такой а штрих а почему просто а штрих ну так а штрих у нас равно нулю ну давайте посмотрим кто такой а штрих а значит а штрих это есть f штрих от x вычесть значит вот это все это просто константа умножить на же штрих от x значит вот эта штука убилась потому что это константа согласны соответственно а штрих от c это с одной стороны ноль а с другой стороны это есть f штрих от c минус f от а минус f от b разделить на g от а минус g от b умножить на g штрих от c можно вопрос давайте почему h предупредит условия теорема ну смотрите какие были условия теорема роль значит во первых условия про дифференцируемость на интервале и непрерывность на отрезке поскольку обе функции и f и g дифференцируемы на интервале от а до b и непрерывно на отрезке от а до b по теореме о последующим теоремам это у нас ну как бы вот эта вот штука непрерывно дифференцируемую потому что она есть вот эта вот штука это просто непрерывная плюс константа вот это эта штука непрерывно умножить на константу соответственно вот это это разность двух непрерывных это непрерывная функция то же самое с дифференцируемостью значит h дифференцируем на интервале и непрерывно на отрезке С другой стороны, значения h в концах отрезка совпадают, они равны одному и тому же числу. Это означает, что у нас вот эта история с функцией, которая принимает на двух концах отрезка одно и то же значение, значит, где-то между этими точками есть точка с нулевой производкой. Вот эта самая точка c, мы ее и находим сейчас по теореме Рольда. Извините, а как у вас из HB, FB минус FA и там минус FB? В общем, как мы из FB минус FA минус FB получаем FB? Как мы здесь получаем FB? Да. Вот оно. Вот эта штука вся обнуляется. Все, да. Можно вопрос, пожалуйста? Давайте. А если мы функцию по-другому определим, почему именно так определяем функцию? Хотим и определяем, никто нам не запретит. То есть мы доказали для вида такой функции? Нет, сейчас. Мы взяли произвольную функцию F и G, которая удовлетворяет вот этим вот условиям. И для них доказываем вот это утверждение. В формулировке теоремы никакой функции H нет в природе. Вот здесь никакой функции H нет. Функция H возникает как вспомогательный инструмент нашего доказательства. И она такая, какой мы ее хотим сделать для того, чтобы доказательство прошло. Вот мы добавили константу, правильно? Ну вот даже несколько. Ну вот дробь добавили. А если мы добавлять ее не будем? Почему мы именно... Нет, вот эта штука не константа. Эта штука... Нет, 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 я понимаю это. Но там все равно константа остается. Ну, сейчас мы откроем. Значит, мы хотим рассмотреть такую функцию, мы ее рассматриваем. Она нам... Вот эта вот функция, она нам ничего не должна. Значит, нам не нужно рассмотреть что-то для произвольной функции H. Значит, мы рассматриваем конкретно вот эту функцию H, которую мы определяем ровно таким образом. Имеем полное право... Имеем полное право это сделать. То есть для такой функции это выполняется. А для других функций почему должно выполняться? Что именно должно выполняться для других функций? Вот теорема, которую мы доказываем. Сейчас, вот эта вот теорема, она должна выполняться для произвольной функции FG, которая удовлетворяет вот этим условиям. Функция H в теореме не фигурирует вообще. Окей. Извините, а можно еще раз, почему G от A не равно G от B? Почему G от A не равно G от B? Потому что у нас есть вот это условие, что производные функции G не обнуляются нигде на интервале. Но если бы G от A равнялась бы G от B, то это бы означало бы, что мы опять в условиях теоремы Ролля. И это бы означало бы, что где-то посередине между G от A и B есть точка с горизонтальной касательной. И это бы означало, что производная обязательно бы обнулялась. Спасибо. И последнее действие. Собственно говоря, мы выяснили, что функция H устроена таким образом, значит, что у функции H есть ноль производной. Ну а дальше мы получаем вот такое равенство. И остается его преобразовать и сказать, что можно теперь просто поделить все на G от C. и получается ровно то равенство, которое нам было нужно. Тут мы как раз воспользовались тем, что производные нигде не обнуляются, поэтому делить на G штрих от C безопасно. И все. Теорема Каши доказана. Значит, есть ли вопросы еще про теорему Каши? Какая у них взаимосвязь между теоремой Каши и прошлой теоремой? Между правилом Лопиталя? Теорема Каши будет использоваться для доказательства правил Лопиталя, но, видимо, уже в следующий раз. На самом деле, можно уже догадаться, зачем нам понадобилась теорема Каши. Смотрите, у нас вот здесь вот есть отношение двух функций. F от X делить на G от X. Причем пределы функций в одном из концов, в F от A, равно 0. Поэтому вот это вот F от X делить на G от X, это что-то типа вот такой штуки. Ну, а это отношение производных, что-то типа такой же штуки. Отношение производных – это вот такая штука. Да, поэтому, в общем, логично, что вот что-то в таком стиле нам должно бы, по идее, позволить доказать вот какое-то такое утверждение. Ну, вот там мне понадобилось бы еще минут 10 на то, чтобы это доказать, но у меня их уже нет, так что в следующий раз. Можешь вопрос? Давайте. А как вот до этого догадаться, до догадательства теоремы Каши, это с конца как-то надо идти? Ой, ну да. Значит, как догадаться, что функцию нужно выбрать именно таким образом? Ну да. Не знаю, у меня тут нет хорошего ответа. Именно поэтому я люблю доказывать теорему Лагранжи, где понятно, как догадаться. Вот, на принципе, если вы знаете теорему Лагранжи, то дальше можно прикинуть, что вот вам, наверное, тоже нужно… Ну, это как бы что мы делаем, чтобы доказать теорему Лагранжи? Мы из функции f от x вычитаем там какую-то линейную функцию с подходящим коэффициентом. А здесь у нас все очень похоже, но только вместо какой-то линейной штуки вот здесь и вот здесь у нас возникает какая-то произвольная функция g. И, в общем, понятно, что мы, наверное, хотим что-то вот в таком виде, что мы хотим на правильный коэффициент домножить функцию g. На самом деле вот это вот минус g от b – это для удобства. Вот это вот минус g от b можно было бы и не писать. Можно было бы ограничиться просто вот этой вот частью. Вот, тогда бы тоже сработало бы. Но, как бы, действительно, не вполне тривиально до этого догадаться. А зачем мы вообще умножаем? Ну, то есть, как бы, f от а вот это вот, ну, просто вот на g от x? Ну, потому что нам нужна такая функция h, которая бы имела бы одинаковое значение в a и в b, чтобы она удовлетворяла условия теремороли. А, то есть, чтобы она в концах у нас была одинаковая. Чтобы в концах была одинаковая, да. Вот это вот ключевой факт. То есть, мы специально подобрали вот эту вот штуку таким образом, чтобы в концах было бы одно и то же значение. Можете еще раз показать, как мы делим на g штрих от c? Ну, вот, у нас был вот такой равен. Значит, вот эта вот штука равно нулю. Я перенес f штрих от c в левую часть и поделил на g штрих от c. Все понятно, спасибо. Вот, делить можно так, как g штрих от c не ноль по одному из условий. Понятно, спасибо. Хорошо. Ну что, все тогда на сегодня. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...